Думаю, мы поговорим, говорит Дональд Трамп, о возможном разговоре с Путиным. США поддержат Зеленского, если тот пожелает вступить в мирные переговоры с Россией, говорят в Госдепе. Путин говорит, что Трамп заявлял о желании восстановить отношения с Россией. Ну что ж, вот об этом и остальном важном, что говорят в последнее время, нам в ближайшие минуты 40 поможет разобраться политик, журналист, общественный деятель Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте и спасибо, что нашли время. Здравствуйте, спасибо, что позвали. Как всегда, я приглашаю нашу аудиторию подписываться и на YouTube-канал Игоря Яковенко, где Игорь Александрович каждый день рассуждает о том, что происходит в России, в Украине и в наших душах и провоцирует нас думать, за что вам отдельное спасибо, за то, что создаете нам новые нейронные связи в эти темные времена. Игорь Александрович, ну смотрите, главное событие недели, оно понятно, и вы уже несколько дней с многими вашими собеседниками обсуждали все то, что происходит. Я точно понимаю, что вы не из тех людей, которые вот эмоционально воспринимают геополитическую действительность, в частности. Расскажите, как изменилось ваше восприятие за вот эти несколько дней? Мы в пятницу утром записываем нашу беседу. Как изменилось ваше восприятие победы Трампа? Что вы думаете в отношении глобальной геополитики, в отношении, простите за каламбур, в отношении с Россией, в отношении с Украиной? Ну, во-первых, это действительно было событие огромного масштаба. Это, во-первых, действительно впервые за много-много десятилетий человек, который был президентом, потом перестал им быть, второй раз возвращается в Белый дом. Это ситуация, когда оглушительная совершенно победа Трампа, которую, кстати говоря, многие предсказывали победу Трампа, но не с таким вот оглушительным результатом. Разгромным счетом. Да, не с таким разгромным. На свое поле стало выйдет, да? У вас футбольная терминология. Вот, не с таким разгромным счетом, совершенно верно. Это, кстати говоря, так попутно, мелкий такой вопрос. Это очередное фиаско социологии, потому что социологи не предполагали. Они все время говорили «ноздря в ноздрю» и так далее. То есть рассчитывали на… И слушайте, Александр, простите, простите ради бога. И правда очередное подтверждение правоты букмекеров. Вот букмекеры же померили вообще идеально, получается. Да, совершенно верно. А это связано с очень простой вещью. Дело в том, что причина провала социологов заключается в том, что они не увидели так называемых застенчивых трампистов. То есть все-таки в общении с… Ну, до этой… Сейчас все, сейчас никаких застенчивых трампистов уже нет. Сейчас только торжествующие трамписты. Сейчас скорее уже спираль молчания закручивается в другую сторону. Сейчас уже можно сказать, что застенчивыми становятся антитрамписты. То есть трампизм сегодня вышел на поверхность, он торжествует, он, так сказать, почувствовал силу. А вот до выборов это было действительно, так сказать, ну немножко… Какая-то небольшая часть сторонников Трампа, они стеснялись своей принадлежности. И это, ну, это известный социологический феномен. Мы с этим сталкивались, когда полностью провалились в 93-м году, 1993 год, 12 декабря. Это был полный провал социологов, которые не… Ну, я в том числе, я тоже делал исследование. Мы все провалились, не ожидая оглушительной победы Жириновского тогда на выборах. Тогда были застенчивые ЛДПРовцы. Потому что неудобно было признаваться в том, что ты голосуешь за Жириновского. Вот, ну, примерно такая же была ситуация. А букмекеры почему угадали? Потому что люди деньгами своими рискуют. Да, 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 абсолютно. И тут уже, извините, какая застенчивость. Человек несет свои деньги. Сколько там, 3,5 миллиарда или что-то около того, да, американцы? Ну да, да. То есть, на самом деле, на самом деле здесь понятно. Одно дело, когда совершенно безответственно. Ты можешь социологу говорить, что ты за одного, а на самом деле за другого. А уж деньги – это деньги. Это другая история. Поэтому, конечно, букмекерский прогноз оказался более точным. Но это мелочи. Это, так сказать, не самое важное. Важно то, что действительно, конечно, мы оказались в мире победившего трампизма. Это серьезные изменения. И здесь, ну, можно перечислять последствия. Их очень много. Уже сразу. Они уже наступили. Уже это произошло. Ну, во-первых, вот мы знали социологические опросы, они достаточно убедительны, что в целом настроения в Европе были против Трампа. Ну, это есть глобальный опрос, он достаточно убедительно это показывает. Вообще, в целом, вот евроатлантическая цивилизация, за исключением Соединенных Штатов Америки, она была против Трампа. Но сейчас, после победы Трампа, такой оглушительный, да и любой, европейские лидеры выстроились. Они, ну, я не знаю, такой не очень приличный термин, они легли полностью под Трампа. Они выстроились. И в этой связи, вот, только что произошло, произошло вот это вот саммит, европейский саммит политический в Будапеште, и Орбан оказался один из бенефицаров. То есть, если до этого, до победы Трампа, Орбана пытались изолировать, он был изгоем, ну, как, в общем, такой троянский конь в Европейском Союзе, то сейчас, вот, я посмотрел, знаете, язык тела очень хорошо работает, очень уважительно, все, так сказать, к нему, так сказать, прислушиваются и так далее. То есть, он прорвал изоляцию, он сейчас, что называется, уважаемый человек, потому что он воспринимается как некий человек, имеющий особое отношение к Трампу. Я, одну секундочку, буквально вот в контекст, вы, может быть, оцените, Игорь Александрович, я, значит, прочитал буквально на утро, ну, когда у нас утро было в президентских выборах, и понятно было, что Трамп победит, значит, прочитал такую шутку, что сейчас обувные магазины работают три смены. Ну, да, 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 это, ну, это, 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 это действительно смешно. Вот, Трамп, в смысле, Орбан, это один из берегицаров, такое мелкое, мелкое последствие. Ну, то, что, значит, Илон Маск стал богаче на 26,5 миллиардов долларов, это тоже еще одно событие, такое тоже мелкое, мелкое, такая приятный пустячок, который, то есть человек вложил в компанию 160, вернее, 130 миллионов, вот, а получил на выходе 26,5 миллиардов долларов. Гениальный бизнесмен, правда. То есть, не положил, он действительно хороший бизнесмен, Илон Маск, правильно, сделал очень правильное вложение, причем за день, стал богаче на 26,5 миллиардов долларов. Ну, это, это, опять-таки, это такие мелкие, приятный, понятно, что 26,5 миллиардов долларов, это, конечно, не мелочь, но это все-таки факт в биографии одного человека, вряд ли это главное. А главное это то, что Трамп полностью получил контроль над Соединенными Штатами Америки за 4 на 4 года. И это человек, который не заморачивается какими-то ограничениями, не заморачивается какими-то законами в том числе. Понятно, что, имея полный контроль над судебной властью, сейчас уже очевидно, он полный контроль над судебной властью, над парламентом, над исполнительной властью, он, конечно, будет делать все, что угодно со страной, и не только со страной. Более-менее понятно, что, так сказать, ну, основное, как он сказал, это мигранты. Мигранты, конечно, будет выкидывать, здесь у него ограничений особых нет никаких. Понятно, что вещь идет о том, что он сейчас будет сокращать государственный аппарат, он будет увольнять направо и налево, скорее всего, ликвидирует Министерство образования, но это все, что касается внутренней ситуации в Соединенных Штатах Америки. Честно говоря, меня это не очень интересует, потому что, на самом деле, все эти, ну, прямо скажем, да, я понимаю, что, может быть, это прозвучит несколько бестактно по отношению к американцам, но вот меня выборы в Соединенных Штатах Америки интересуют прежде всего с точки зрения Украины, в какой-то степени с точки зрения России. Я думаю, что выборы Трампа, победа, столь оглушительная победа Трампа, это плохая новость для Украины, это хорошая новость для Путина. И тому есть доказательства. Ну, во-первых, я уж не говорю о том, что мгновенно, как только стало известно, что Трамп победил, мгновенно, значит, все индексы на московской бирже выросли, то есть, значит, евро, то есть, все же, вот опять-таки, как в случае с букмекером, да, тут реакция. Деньги не обманешь, вот деньги не обманешь. Тут же евро упал по сравнению с долларом, тут же мгновенно рубль подрос немножко, тут же мгновенно, значит, акции на московской бирже выросли, не помню сейчас, но на несколько процентов заметно выросли. То есть, понятно, что эта вся история, она хороша для России. И это биржу не обманешь. Там сколько угодно могут говорить о том, что да нет, вот мы, может быть, даже не очень в этом заинтересованы, но все это время российская пропаганда топила за Трампа, ну, просто как подорванная. И понятно, что с Трампом удобнее, потому что для Трампа не существует вопрос там ценности, демократия, это все ерунда. Вот, что касается того, что будет происходить, то, что было уже сказано, что он, так сказать, будет стараться усадить за стол переговоров Зеленского и Путина. Он, кстати, обещал несколько вещей совершенно конкретных, которые можно мгновенно проверить. Он обещал, что вот сразу же, в первый же день после избрания, он позвонит Путину. Ну, день прошел. Да, то, с чего мы начали, что он думает. Да, вот. Думаю, мы поговорим. Ответил на это. Да, ну, на самом деле он же обещал в первый же день. Обещал в 24 часа, правда, правда. Да, 24 часа. Прошло несколько больше 24 часов. Да, было обещание, что еще до своей инаугурации, до вступления в должность он остановит войну. Значит, ну, 20 января... Да, не так долго ждать. Посмотрим. Ну, тоже более-менее очевидно, что ничего этого не произойдет. Ясно, что война не остановится ни до 20 января, ни после него. То есть, понятно, что, ну, Трамп есть Трамп. Он, как обычно, соврал. Но есть обещание, которое, скорее всего, он выполнит. Это очень длинный список людей, которым он обещал отомстить. Отомстить. Да, он... Ну, там этот список начинает Камала Харрис, естественно, Байден, естественно, Обама. Ковари Клинтон, да, и Клава Бома Клинтон. Ковари Клинтон, да, и Клава Бома Клинтон. Огромное количество людей. Там список очень длинный. Там прокуроры, там судьи, там очень много людей, которых он обещает посадить в тюрьму и так далее. Вот. Некоторых он даже обещал казнить. Ну, короче говоря, много чего он обещал. Посмотрим. Посмотрим. А помните, извините, пожалуйста, Игорь Александрович, простите, помните еще одно очень характерное, мне кажется, в этом контексте обещание. Он что сказал? Вспомните. Проголосуйте, друзья, и вам больше не придется голосовать. Вот если он это выполнит. Да. То есть, на самом деле, конечно, тут разные есть прогнозы. Кто-то говорит, что все, демократия конец в Америке. Я не думаю, что это так, но, по крайней мере, под угрозой она есть. Она существует. Угроза для демократии, безусловно, существует, потому что Трамп – это не тот человек, который, так сказать, будет заморачиваться какими-то там законами, какими-то моральными ценностями и так далее. Это человек, который не признал результаты выборов и до сих пор не признает. Это, в общем, довольно серьезная вещь. Несмотря на то, что он проиграл все суды, когда он пытался отстоять свою позицию, что украдены выборы. Ни один суд ни в одном штате не признал это. И несмотря на это, человек продолжает, что выборы украдены. И на сегодняшний момент вот этот тезис, поскольку сейчас уже вся страна, что называется, под ним, этот тезис про украденные выборы, он станет уже, ну, в какой-то степени национальной истиной. Потому что, на самом деле, Трамп из этого исходит. То есть он страну под себя подмял. Он подмял под себя, конечно, республиканскую партию полностью, Верховный суд, ну, и фактически весь Конгресс. Вот. И здесь что еще важно? Важно то, что всякие надежды на вот это вот рейгановское крыло в республиканской партии, они оказались тщетны. Он раздавил это рейгановское крыло, потому что все в его партии понимают, что их судьба зависит от Трампа. И вот для меня было очень характерно, что и Ники Хейли, которые явно имеют другую ориентацию, другие взгляды на ситуацию, чем Трамп. Она полностью его поддержала. То есть это на самом деле очень, как мне кажется, важная история. Это Трамп, наверное. Трамп уже, Игорь Асадович, чтобы выразить вам. Поймировать. Это, наверное, кто-то там пробивается. Вот. Так что вот такая история. Так что, в общем, ну и с Украиной, конечно, это будет очень печально. На самом деле посмотрим, потому что на самом деле тут ведь какая история. Дело в том, что его попытки как-то договориться с Путиным, ему нечего Путину предложить. То есть, по сути дела, когда он говорит, что я позвоню Путину и договорюсь с ним, а что он может ему предложить? Вот что он может ему предложить? Значит, разговоры о том, что он там уронит нефть, и это в результате этого будет, значит, он таким образом разорит, уничтожит экономику России, и Путин не сможет воевать. Это утопия. Все специалисты, все экономисты говорят, что это невозможно. Ну, по крайней мере, те с кем я разговаривал. Вот, поэтому, ну, как бы, какие предложения? Что он может ему предложить? Угроза, что если Путин не согласится остановить войну, он там вооружит... Да, вооружит настолько, что военным путем. Ну, опять-таки, опять-таки, это мне, я думаю, что вероятность этого очень невелика, тем более, что Трамп же все-таки он бизнесмен, он сторонник сделок, и разжигать войну он вряд ли сможет. То есть, на самом деле, я думаю, что все это закончится пшиком, точно так же, как закончилась пшиком его попытка урезонить Кенчан-Ина. Я помню, мы помним все хорошо всю эту историю, когда Трамп пытался, так сказать, договориться с Кенчан-Ином, и ничего не получилось. Тот по-прежнему продолжает швыряться ракетами во все стороны. Так что я думаю, что это все, так сказать, это та часть предвыборных обещаний Трампа, которые вряд ли будут реализованы. Ну, посмотрим. Сейчас, на самом деле, все в его руках. Так что здесь надо просто показать. И тут вот эта фраза прям как нельзя лучше и объемнее демонстрирует порядок вещей. Именно все. Действительно, это не фигура речи. Игорь Александрович, за эту подтему спасибо. Может быть, еще кое-что о Трампе мы успеем сказать, но сейчас хочу поговорить с вами о том, что ведь администрация Байдена пока еще остается. И вот брифинг был очередной. Мэтью Миллер сказал о том, что Штаты не будут возражать, а поддерживать Владимира Зеленского, если он изъявит желание вступить в мирные переговоры с Россией. И добавил позже, что в то же самое время Штаты ни в коем случае не диктуют сроки, когда эти переговоры можно или должно будет начинать. Вот эта риторика. Это просто вот она ложится в ту канву, которая магистральная, или она как-то по-другому нам следует это воспринимать? В счастье того, что до 20-го числа осталось, ну вроде как уж не так уж много времени до января месяца, до инаугурации. Вы знаете, я думаю, что это из того же русла. Дело в том, что Зеленский как раз в Будапеште, он выступал на этом саммите, европейский политический саммит, и он как раз об этом говорил. Он говорил о том, что не надо нам предлагать мирные переговоры, «Дайте нам оружие». То есть это примерно повторение той риторики, которая у него была сразу после начала войны, когда ему предлагали уехать из Украины и создать там где-то правительство в изгнании. Когда он говорил, что я не заказывал такси, я заказывал оружие. Дайте оружие. Не надо нам говорить о том, чтобы мы договаривались с Путиным. С Путиным договариваться бесполезно. И здесь он прав. Он абсолютно прав. Никакое умиротворение агрессора в данном случае не работает. Как он сказал, не надо обниматься с Путиным. Это вредно. Да, вы 20 лет обнимались с Путиным, что вы получили? Вы получили войну. И в данном случае он абсолютно прав. Просто нет опции. У Путина есть задача уничтожить Украину. Как самостоятельное государство. Чтобы ее не было. Она может быть в статусе Беларуси. Она может быть частично войти в состав России. Ну вот сейчас вот 5 регионов Украины уже он включил по конституции в состав России. В принципе, на этом он явно не остановится. Еще как минимум 10 он собирается включить в состав России. Это так называемая Новороссия, которая включает в себя Днепр, включает в себя Украину. В смысле, это самое Одессу. Запорожье. Запорожье-то уже в составе России. По конституции российской. Вот. Это Николаевская область, безусловно. Вот. Ну и так далее. То есть, на самом деле, половина должна войти в состав России. Половина стать неким, неким, так сказать, буфером типа Беларуси. А остальное, ну там, может быть, какую-то часть он оставит, как он утверждает, для того, чтобы она вошла в какую-то другую страну. То есть, на самом деле, уничтожение Украины. Это цель. Никакой цели договариваться с ныне действующим правительством. Да, причем, там же цель под словом деноцификация имеется в виду это смена власти. То есть... Нацистский режим, помним, да. Да, да, да. Нацистский режим, причем нелегитимный. То есть, его задача заключается в смене власти. То есть, он не будет договариваться с Зеленским или с кем-то, кто представляет нынешнюю украинскую власть. То есть, его задача поставить там Медведчука какого-нибудь или еще что-нибудь примерно такое же. Так что, предмета договора нет. Нет точки компромисса. Вот в этой связи, Берем Александрович, хочу с вами разобрать тезисы, которые Путин, ну, воспряв, очевидно, на фоне победы Трампа. Во всяком случае, эмоционально так выглядело. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Он, естественно, вот в своем выступлении в диалоге и дискуссии, как он сказал, обращаясь к залу, если Запад не хочет с нами дискуссировать, вот с вами мы будем дискутировать, за что получил восторженные аплодисменты этого Валдайского зала. Так вот, некоторые из тезисов, которые заслуживаются сейчас вашего внимания, давайте коротко разберем. Смотрите, начиная вот с такого. Если нейтралитета Украины не будет, то трудно будет себе представить какие-то добрососедские отношения между РФ и Украиной. Ну, тут все понятно, да, то есть ничего, ну, во все понятно. Дальше идем. Значит, Россия признавала ранее границы Украины 91-го года, учитывая ее нейтральный статус. То же самое, вроде как, да, то есть перекликается вот по этому нейтральному статусу. Что касается желания Украины вступить в НАТО, Путин что сказал? Говорит, мы так не договаривались. С кем он договаривался? Ну, тоже такое, да, вот момент. Дальше то же самое, вот смотрите, Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе хотела Киева, на базе Стамбула и реалий сегодняшнего дня. Мы помним, Песков это прежде говорил, с учетом новых геополитических реалий, так говорил Дмитрий Песков прежде. То есть, это тоже не новое. Еще чуть-чуть осталось, их будем комментировать. Путин, значит, сказал еще одно, да, это не должно, про перемирие, это не должно быть перемирие на полчаса или полгода, чтобы Киеву подвезли снаряды. Ничего не перепутал, да, человек. Ну, то есть, вот, дальше. Значит, Россия настроена на то, чтобы, внимание, Игорь Александрович, оцените красоту игры, на то, чтобы создать условия для долгосрочного регулирования. Вот такая у нас есть цитата. Дальше. Вот мне кажется, вот здесь вот очень важная история. Значит, он в контексте этого выступления дал понять, что может объявить об аннексии новых украинских регионов. Вот то, что вы сейчас магистрально нам подчеркнули. Ну, и еще. Значит, новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России. Вот такие тезисы. Да, это как раз к вопросу о... Это же все, вот то, что вы процитировали, это был ответ на вопрос Федора Лукьянова, который вел всю эту тусовку о том, а в каких границах вы готовы признавать Украину. То есть вопрос к Путину, а в каких границах он готов признавать Украину. Другое государство, суверенное, член Организации Объединенных Наций, вот Путин почему-то в каких-то границах должен ее признавать. Вот. Это был вопрос Лукьянова и дальше вот этот весь ответ долгий, многослойный, витиеватый, витиеватый очень. То есть не было сказано четко, вот, ну как, есть международные права. Он разговаривает, иногда не поймет. То есть на самом деле он так и не ответил, он так и не ответил в каких-то. А причина очень простая, а он сам не знает. Он, вы знаете, самый честный ответ, вот если представить себе на секундочку, что Путин бы сказал то, что он думает, чего не бывает никогда. Ну просто, поскольку у него профессиограмма такая, что он врет все время, каждый раз, когда открывает рот. Но если бы он сказал, что он думает, то честный ответ был бы такой, а я не знаю, а как пойдет. Понимаете, ну в этом смысле бывший бывший союзник Путина Борис Абранович Березовский, земляемостекловатый, он, значит, говорил в таких случаях, вопросом на вопрос отвечал. Когда его спрашивали, сколько стоит, он говорит, а мы покупаем или продаем? Или продаем, ну да, по традиции. Это классика жанра, понимаете. И вот вопрос, а в каких границах вы готовы признать Украину, а как пойдет? А может вообще ни в каких? А как пойдет? Понимаете, вот сколько ты готов съесть Украины, а сколько, сколько влезет? Может быть все. Получится, сколько дадут, да, в том числе. Да, сколько получится, сколько дадут, как будет Украина сопротивляться? То есть, в каких границах Путин готов признать Украину, как пойдет? И хотелось бы ни в каких. Вот честный ответ Путина звучит так. Хотелось бы ни в каких. И на самом деле все это следует из этого его многоэтажного ответа, на который в конечном итоге непонятно было, в каких границах. Ни в каких. Хотелось бы, чтобы ее не было совсем. Ни в каких границах. Вот это честный ответ Путина. Игорь Александрович, Виктор Орбан, воспрявший, воодушевившийся, сказавший, что теперь у нас очень большие планы с Дональдом Трампом, это его была изначальная бизнес-стратегия, политическая стратегия или все-таки он вот как-то, ну я не знаю, не то чтобы смирился, а согласился, наверное, прагматично за что-то с тем, что вот он играет роль в том числе и коммуникатор, или будет играть роль коммуникатора, претендуя на главного коммуникатора между Штатами и Россией. Или тут все по-другому в его случае? Нет, он поймал, конечно, удачу за хвост. Это, так сказать, он сделал ставку. Он с самого начала, ну, собственно говоря, его главная ставка долгое время была Путин. А потом, когда появился Трамп, то, ну, это все, это вот, это действительно, так сказать, примазаться к Трампу. Трамп во время... Смотрите, он же системно его поддерживал, и даже тогда, даже во время судов и так дальше он заднюю не давал, надо отдать должное. Да, да, да. Нет, ну, Орбан на самом деле, это действительно, то есть, понимаете, это яркое проявление того, что трампизм это не чисто американское явление. Трампизм намного шире Соединенных Штатов Америки, трампизм больше Трампа. Трамп просто возглавил и озаглавил вот это большое политическое направление, политической практики. Ну, скажем так, я не буду говорить там политической мысли, потому что там мысли особой нет, но именно политической практики. То есть, способа удержания власти, способа диалога с, так сказать, общения с населением, с властью, способа выстраивания отношений с партнерами и так далее. То есть, ну и да, определенная там, ну, не скажу идеология, а почему бы нет, даже идеология тоже. То есть, на самом деле, это такая форма ультраправого популизма, который зависит от темперамента говорящего. Кто-то называет это фашизмом, что, в общем, соответствует действительности. Кто-то просто ограничивается тем, что это ультраправый популизм. Ну, со всеми, то есть, на самом деле, в понятие трампизма входит не только Трамп, но и тот же самый Орбан. Путин тоже, Путин тоже вполне укладывается вот в эту парадигму, так сказать, абсолютной безнравственности, абсолютной ненависти к либерализму. Вот ненависть лютая, что объединяет вот трампизм с фашизмом? Это лютая ненависть к либералам. Одно из самых главных атрибутов фашизма всегда было – главный враг – это либерал. И в этом смысле трампизм как раз является таким… Ну, он, конечно, фашизм лайт, потому что, в отличие, скажем, от Путина, который в чистом виде фашист, значит, у Трампа нет вот этой кровожадности, у него нет стремления воевать. Трамп явно… Трамп – бизнесмен, он не любит войны, и в этом смысле это такой вот неполноценный фашизм, фашизм без крови. По крайней мере, так сказать, сам он воевать не собирается. Вот. Но в целом вот такой вот популизм, который объединяет… И Орбан очень-очень похож на… Он такой маленький Трамп, маленький, так сказать, центральный европейский Трамп. Так же, как, например, там, Родриго Дутерто, еще один вариант. Болнасаро, тоже самый бразильский, ну, который уже сейчас не президент, но это, так сказать, был тоже такой латиноамериканский Трамп. То есть это явление… И это явление, оно объективно существует, ведь Трамп – это не просто какой-то результат его собственного каприза, что он взял и появился. Нет. Он отражает огромный кризис современного мира. Это постиндустриальная революция, в результате которой огромное количество людей оказались выброшены за борт. То есть все вот эти вот огромное количество рабочих, которые на самом деле чувствуют себя обманываются, фермеры, которые оказались в сложной ситуации. То есть на самом деле Трампизм – это ответ, это температура, которая является реакцией на серьезную болезнь современной цивилизации. Игорь Александрович, финальное на сегодня в нашей беседе я хотел бы в эту подтему небольшую зайти с цитаты как раз Дональда Трампа и как раз о Викторе Орбане. Вы ее тоже помните. Я точно не вспомню сейчас, где он ее произнес. Это не суть важна. Важна красота игры, как я сейчас говорю уже в этой нашей встрече. Виктор Орбан, вы его знаете? Это же великий турецкий лидер. Когда-то сказал Дональд Трамп о премьер-министре Венгрии, потом уже много-много месяцев спустя он выучил наконец-то, как нужно говорить и говорил правильно. Я почему это вспомнил? Одна из турецких газет буквально давеча написала, что Владимир Зеленский, по мнению аналитиков этого издания, сядет за стол переговоров, потеряв поддержку США на передний план. В этом случае может выйти посредничество Анкары. Самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. Владимир Путин уже ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он рассчитывал съесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США. Расчет Путина сработал. Этот процесс может вывести Эрдогана на передний план, потому что Эрдоган единственный лидер, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом. Вот так вот считает издание. Какова вероятность? Как вы ее оцениваете? Посредничество Эрдогана возможно. То есть, кстати говоря, Эрдоган это тоже еще одно явление, так сказать, уже такое вот региональное явление. Это тоже в конечном итоге трампизм. То есть, на самом деле, вот еще один Трамп, такой вот региональный, турецкий. Я думаю, что это возможно. Тут главный вопрос, не кто будет посредником. Там и в Катаре идут какие-то переговоры, вроде бы, якобы. То есть, но главное тут другое. Понимаете, главное не то, кто будет посредником. Главное это, есть ли вообще предпосылки для переговоров. И вот это меня, честно говоря, больше всего удерживает дать положительный прогноз в отношении вашего вопроса. Потому что не важно, кто посредник. Важно, о чем разговаривают. Где стартовая позиция? Потому что просто идти на переговоры. Я не думаю, что Путин согласится на переговоры с Зеленским, вне зависимости от того, кто будет посредником. По очень простой причине. О чем разговаривать? Путин готов принять полную окончательную капитуляцию от Украины. У меня есть сильное подозрение на то, что Украина не готова идти на такую позицию. Так что не важно, кто посредник. Важно, о чем разговаривать. А пока говорить, мне кажется, не о чем. Ну вот, вы знаете, и закончить я хотел бы снова-таки предложить вам для реакции, для мнения источники моих политических кругах, с которыми я время от времени беседую неформально. И среди военных они не знают друг друга, а беседуем мы приблизительно на одни и те же самые темы. Как те, так и другие говорят о том, что сейчас, вот конкретно сейчас, Путин вообще не думает о переговорах. У него все хорошо, у него все, извините за мой перуанский офигенно, и он как бы будет максимум пытаться откусить вот этого пирога, уж простите мне за метафору, не взирая абсолютно на предлагаемое обстоятельство. Это вот вы тоже придерживаетесь подобного? 100%. У него, что называется, поперло. Вы знаете, я не картежник, но это вот именно картежная терминология, когда человек не выходит из-за стола, потому что ему прет. Ну, слушайте, а что ему? Зачем? А мой сосед всю ночь играет в мизера, а у меня гора 3200, да? Ну да, то есть, вы понимаете, ну что, что ему сейчас о чем-то разговаривать? Он же не случайно сказал, что все будет зависеть от того, как, так сказать, складывается на земле. А на земле у него сейчас все хорошо. Но он каждый день там захватывает по населенному пункту, а то и не по одному. Ну, вот эти свежие истории от Суджо, Суджо, с учетом северных корейцев, да? Ну да, то есть, у него все нормально. И зачем ему сейчас останавливать эту, ну, извините, игру, когда ему прет? И поэтому, так сказать, я еще раз говорю, если сейчас, ну вот сейчас Байден пытается уже из собственного уходящего поезда, так сказать, выделить еще 6 миллиардов помощи оставшейся. Ну да, но она тоже не, там, во-первых, неизвестно, сколько эта помощь будет идти, и успеет ли он до инаугурации Трампа, это отдельная история. Но это тема отдельного разговора, и, в общем, вряд ли это все тоже решит ситуацию. Но, в принципе, если действительно, так сказать, так вот все будет идти, то, в принципе, зачем Путину переговоры? Когда он постоянно, постоянно, у него улучшается ситуация сейчас, улучшается, он нормально себя чувствует. И все сказки о том, что там он на издыхании, что он просит, просит мира постоянно, да он врет постоянно, он постоянно говорит о том, что он хочет мира, на самом деле продолжает воевать. Только что, вот прямо, прямо сегодня очередной удар по украинским городам, очередные пострадавшие. Не прекращающиеся, к сожалению. Каждый день. У него все хорошо. Он продолжает убивать украинцев в свое удовольствие, он продолжает захватывать все новые и новые украинские земли. Все идет по его плану. Не совсем, конечно, по его плану, он там Киев за три дня не захватил, но, тем не менее, в целом, в хорошем для Путина направлении. Поэтому смысла сейчас устраивать какие-то переговоры, конечно, у него нет. Так, уважаемые друзья, я обращаюсь в благодарность вам, во-первых, что смотрите это видео, ставьте ему лайки, важно, чтобы его посмотрело как можно больше людей. Комментируйте, пожалуйста, высказывайте свои мнения о том, о чем мы с Игорем Александровичем сейчас говорим. Нам интересно, действительно, что и вы думаете по этому вопросу. Игорь Александрович, чтобы вообще вот зафиналить, вы знаете, у нас сегодня беседа такая, преимущественно получилась вот такая же серая, как погода за моим киевским окном. И я приму такой прием, подкупающий своей новизной, безусловно, но, тем не менее, я попрошу у вас на финал позитива в каком контексте. Может быть, вот вы сейчас коротко сформулируете, на ваш взгляд, очевидный позитив для Украины от искрания Дональда Трампа, просто и вот еще раз в конце диалога сегодняшнего. Самый очевидный позитив, с моей точки зрения, заключается в том, что это холодный душ, который заставляет всех нас понять, что, в принципе, рассчитывать надо на свои силы. И я думаю, что у Украины есть ресурсы. Я скажу очень такую, может быть, непопулярную вещь. Я думаю, что вот эта вот тенденция, которая подвигает Украину к тому, чтобы превратиться в большой ближневосточный Израиль, она сегодня работает. То есть Украина, которая оказывается в ситуации, когда ей... Ну, Израиль в известной степени, да, ему всегда помогали Соединенные Штаты Америки, но все-таки Израиль всегда отбивался сам. И Израиль создал ядерное оружие. Никому об этом не говоря, не признаваясь в этом, но тем не менее создал ядерное оружие. Говоря о том, что у нас его нет, но если надо, мы его применим. Слова Голдемейра, которая вот здесь на бассейне прожила долгие годы. Да, и я не вижу никаких причин, почему бы сегодня Украине не создать, не вернуть себе ядерное оружие, которое было обманом у него отнято во время Будапештского меморандума. В результате чего, так сказать, обещали безопасность в обмен на ядерное оружие. В результате нет ни безопасности, ни ядерного оружия. Я думаю, что это абсолютно нормальная, то есть эта сделка с точки зрения юриспруденции, я имею в виду Будапештским меморандумом, она должна быть признана юридически ничтожной. И, соответственно, так сказать, полное право вернуть себе ядерное оружие у Украины есть. Бить по любой точке российской территории абсолютно законное право Украины. Не обязательно об этом объявлять. Ну, так вот, как в свое время украинцы очень любили говорить. Мы вообще тут ни при чем. И то, что там в России что-то взрывается постоянно. Ну, в России очень курят в неположенных местах. Бить по любой точке. Ядерное оружие. Плюс уничтожение врагов. Значит, террорист номер один. В конце концов, бархатный, плюшевый Обама дал приказ уничтожить Усаму Бен Ладена. Я не очень понимаю, почему террорист номер один сегодняшний, гораздо более опасный, чем Обама, Владимир Владимирович Путин, находится, ну, как бы, вот, совершенно спокойно передвигается по России. Я думаю, что рано или поздно идея, что уничтожение террориста номер один на планете Земля, должна стать актуальной задачей, я уверен в том, что она станет актуальной задачей украинских спецслужб. То есть, превращение Украины в большой ближневосточный Израиль, мне кажется, сейчас вот избрание Трампа, ну, просто наталкивает на... Я не хочу, я гражданин страны-агрессор, не хочу ничего советовать, но я думаю, что это объективная реальность. И в конечном итоге это и будет сценарий завершения войны. Я сейчас вспомнил уже под самый-самый финал, когда вы про Пикаса Обамы рассказывали, я вспомнил, кому он его отдал, командующему военно-морскими силами, главному морскому котику Америка, четырехзвездочному адмиралу Вильяму Макравену, который после того, как ушел в отставку, и после полномасштабного вторжения активно поддерживал Украину. И мне кажется, что вот ваши слова он тоже бы поддержал, отлично исполнив операцию по уничтожению Усамы Бен Ладена, лично ее команды, и подробно писав об этом в своей книге Sea Stories, «Морские приключения», наверное, по-русски называется, я не знаю, но тем не менее, мне кажется, что он бы точно поддержал, что публично уже поддерживал эту тюрьму. Ну, это так, это так, лирика, а за суть, Игорь Александрович, как обычно, спасибо вам огромное, и за время, которое вы для нас находите. Друзья, комментируйте, пожалуйста, это видео и, пожалуйста, свои мысли нам тоже доносите, это важно. И подписывайтесь на YouTube-канал Игоря Яковенко, где Игорь Александрович каждый день рассуждает о том, что происходит в России, в Украине и в наших душах, и провоцирует нас думать за что. Вам еще раз огромное спасибо думать, немаловажное мнение в наши темные времена, и мы будем рады следующей встрече, Игорь Александрович. Слава вам, слава Богу и слава Украине. Героям слава. Берегите себя. Игорь Александрович. Продолжение следует...